В Национальном кровейческом музее Хакасии в конце ноября прошли 5-е юбилейные кровейческие чтения, посвященные Леониду Козласову. Ежегодно научные сообщества Хакасии и соседних регионов собираются вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы истории и культуры. В работе этой межрегиональной конференции приняли участие более 70 ученых и деятелей культуры из Хакасии, Бурятии, Тувы, Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. На четырех секциях обсуждались вопросы археологии, этнографии, исторического краеведения, музейного дела и искусствоведения. На протяжении уже пяти лет наша конференция набирает все больше обороты. К нам ежегодно приезжают все больше и больше специалистов из разных областей истории, краеведения, этнографии. В этом году, как мы видим, по программе заявлено 5 докторов наук и 15 кандидатов наук. Это говорит о том, что набирает обороты и научный уровень конференции. Хакасия достаточно хорошо изучена историками, этнографами и археологами, но белых пятен, по мнению ученых, еще достаточно. В частности, малоизученной остается история медицины в Хакасии, как традиционной, так и нетрадиционной. Леонид Горбатов прослеживает ее развитие на протяжении 19-20 веков. То, что мы называем сегодня условно шаманские какие-то знания, практики, они, ну, хоть как бы мы их не называли рациональными, они имели, ну, скажем, огромное значение для коренного населения. Почему? Потому что то, что сегодня мы называем психотерапией, да, ну, истоки, они как раз лежат там. Профессор Лариса Анжиганова несколько лет занимается гендерной проблематикой. Происследования ведутся на стыке нескольких дисциплин – истории, культурологии, социологии и философии. Изучается роль женщин и мужчин в современном обществе, в частности, в традиционной хакасской культуре. Мы живем во время гендерного дисбаланса. Очень сложно разобраться, какова роль женщины в этом мире, выполняет ли она достойную эту роль, не претендует ли она несвойственные роли, не ломает ли это женскую суть. Ведь кокасская традиционная культура, она отличается от многих других культур. Ведь наша женщина была в первую очередь не только мать, но еще и хранительница своей земли и своего народа. Она всегда была богатыркой. Она защищала свою землю наравне с мужчинами. И, может быть, вот этот вот несвойственный ей функции привели к тому, что сейчас у нас, у нашего народа, существенный дисбаланс. Организаторы уверены, что на будущий год участников козласовских чтений станет еще больше. И эта конференция может претендовать на роль ведущего события года в сфере гуманитарных наук Хакасии. Кандидат исторических наук, доцент ХГУ Михаил Степанов более 15 лет занимается изучением репрессивной политики СССР. По этой теме у него защищена кандидатская диссертация, подготовлена докторская. Вышло несколько монографий. Последняя посвящена массовой депортации поволжских немцев в Хакасию. Михаилу Степанову удалось установить точное число спецпереселенцев. До этого цифры назывались «приблизительные». В Хакасию было депортировано более 15 тысяч поволжских немцев. Эта доля, если исходить из общего количества депортированных в Краснодарский край, составила 20%. А в целом по Союзу было депортировано 430 тысяч поволжских немцев. Так что сведения о полутора миллионах депортированных немцев по Волжье в СССР, которые широко растиражированы, в том числе и средства и массовой информации, оказались завышенными втрое. В монографии содержится также новая информация о трудовом использовании спецпереселенцев. Трудовое использование депортированных немцев началось буквально с сентября 1941 года. Часть граждан устроилась работать непосредственно по той профессии, которую они получили еще в автономии немцев по Волжье. Другая часть в 1942 году была призвана в так называемые трудовые армии и рабочие колонны в 1942 году. И, безусловно, значительная часть использовалась уже на физически сложных работах. В частности, в процессе строительства железной дороги Сталинск-Абакан, это видка Новокузнецк-Абакан нынешняя. Любопытно, что и в Хакасии, и в Красноярском крае спецпереселенцы получали и уголовные сроки по печально знаменитой 58-й статье. Кстати, сажать под ней, как выяснил Михаил Степанов, начали задолго до 1937 года. В самом начале 30-х житель одного из небольших хакасских сел в пьяном виде выстрелил в направлении сельского клуба. К своему несчастью угодил в портрет Ворошилова и вместо статьи за хулиганство попал по 58-й. Ему дали 10 лет лагерей. Такое было время. С прелестями и трудностями другого временного отрезка в истории Хакасии, более далекого, старшеклассников знакомят в Музее истории и этнографии ХГУ на занятиях научного кружка по истории. Как изготовить каменное рубило, выткать простейшее полотно и добыть огонь трением. Многие попробовали это сделать самостоятельно и убеждались, что наши предки были гораздо сильнее, а возможно и умнее. Студенты из ТФАКа демонстрировали школьникам способы изготовления каменных орудий. Надо отколоть небольшие куски камня, археологи называют их сколы, а затем эти кусочки крепят к древку. Получается крепкое каменно-деревянное копье. Остатки таких орудий находили в поселениях каменного века. Процесс несложный, но требует немалой физической силы. Тяжелый труд. Чтобы заострить камень, нужно иметь большую физическую силу. И мне опыт показал то, что у меня ее нет, и мне было бы достаточно сложно. Еще один элемент жизни древних людей – добывание огня – трение. Студенты смоделировали процесс и попросили школьников попытаться сделать так, чтобы дощечка хотя бы задымилась. Очень сложно. Я пыталась сколько раз это трение. Физика. Ну, интересно. Еще одно испытание для школьниц будущих хозяек. Смогут ли они справиться с древним ткацким станком и выткать хотя бы несколько миллиметров полотна? Теперь вот этим стелком подбивай ее вверх. Теперь бей. Занятие тоже оказалось не из легких. Девушки на опыте убедились, что древние ткачихи были очень сильными. Сила, как оказалось, ключевое слово в характеристике людей каменного и бронзового века. Они были сильнее. Даже можно сказать, ну, как научное говорить. То, что объем мозга даже был больше, конечно. То, что они были крупнее у нас, все-таки как бы уменьшается. Кроме того, студенты-экскурсоводы показали школьникам традиционный свадебный обряд хакасов. Они реконструировали церемонию по данным этнографов и воспоминаниям своих бабушек. Исследования проводились в рамках гранта Министерства экономики Хакасии. Очень интересно, очень познавательно. Хорошо увидеть, как жили люди, какие были традиции и как это все происходило. Без прошлого, без настоящего, нет будущего. Поэтому школьникам будут все полезно знать. Занятия исторического кружка для школьников проводятся раз в месяц. Многие старшеклассники в дальнейшем выбирают при поступлении в ВУЗ специальность историка. В Хакасском техническом институте продолжаются фундаментальные научные исследования по направлению гендроэкологии. Лаборатория появилась в институте три года назад. Начинали практически с нуля. Но изучение годичных колес деревьев настолько перспективное направление исследований, что сотрудникам лаборатории удается выигрывать гранты на проведение своих работ. На их средства в том числе закупается и современное оборудование. Сейчас собрана практически вся линейка приборов, позволяющих проводить исследования древесины до клеточного уровня. К примеру, этот нож позволяет делать срезы толщиной в несколько микронов. А эту установку сконструировали местные ученые. Она может с высокой точностью измерять толщину годичных колец. Готовое решение мы взяли координатную машину от станка ЧПУ. Все определяется точностью изготовления ШВП. ШВП взято шлифованное, пятый класс точности. Аббревиатура ШВП расшифровывается как шарово-винтовая пара. Изобретатель установки Владимир Платонов уверен, что процесс измерений можно полностью автоматизировать, чтобы добиться идеальной точности. После того, как установку запатентуют, ее можно производить серийно и поставлять в аналогичной лаборатории страны по программе импортозамещения. Прибор, созданный умельцем из ХТИ, точнее и, самое главное, в десятки раз дешевле импортного аналога. Пригодится он и для проведения других исследований дендрологической лаборатории. Новая проблема состоит в исследовании урожайности сельскохозяйственных культур и их зависимости от изменений климата. Это сейчас достаточно актуально. Сотрудничаем с Аграрным Красноярским институтом. Планируем выйти на прямую по контакту с нашими неаграрными проблемами Хакасии. Еще одно востребованное направление прикладных исследований ХТИ – это энергоаудит. Им занимаются ученые строительного и энергетического факультета. С помощью тепловизора они проводят обследование зданий больших предприятий, определяют места теплопотерь, советуют, как их устранить. Рекомендации, которые мы вырабатываем, это уплотнение окон в зимнее время, дальше оборудование входа в здание системы воздушного отопления, потом воздушный завес, воздушно-тепловые завесы, вот это имеется в виду. Дальше рекомендации по приведению в порядок тепловой изоляции в трубопроводах, там, где они нарушены. Вот это позволяет привести к экономии теплоты, повысить класс энергетической эффективности. Но такие меры экономят всего 10% тепла. Проще закладывать все требования на стадии проектирования. И новые дома в этом отношении значительно экономичнее старых построек. Применимо это сравнение и к технологическому оборудованию. Например, в ходе энергоаудита дорожно-ремонтного предприятия, ученые выяснили, что энергоемкость производства асфальта на старом оборудовании в несколько раз выше, чем на современных аналогах. Обследуя Ширинское ДРСУ, мы им предложили приобрести передвижной комплекс для производства асфальта. То есть срок окупаемости, по нашим расчетам, составляет 4 года. Но к рекомендациям ученых пока не прислушиваются. Ссылаются на отсутствие средств и продолжают понапрасну греть почву и воздух, тратя на это колоссальные, часто бюджетные средства. Редактор субтитров А.Семкин